всем привет это канал оградвиж сегодня 15 мая и я начинаю снимать ряд видеороликов это будет обзоры гибридов томата а в дальнейшем будет гибридов огурца которые у меня растут это 4 основные гибрида бастина в рестлер капонет и panamera и в порядке в том как эти гибриды занимают у меня площадя начну с наибольшего по площади гибрида и будем двигаться к наименьшему я буду делать обзоры первый гибрид это гибрид от компании сингента томат бастина красноплоды высокорослый сейчас нахожусь в данной теплице вот видно какие плоды получаем на этом томате вперед смотреть и знакомиться с первым гибридом от компании сингента и так томат бастина выращиваю уже его пять лет вот видно загрузка плодами какая сегодня 15 15 мая и на сегодняшний день мы убираем первую кисть половину мы уже убрали половину сорвали и это при том что томат спеет естественным способом то есть не красили сейчас у нас сколько кисе можно почитать первое второе третье четвертое пятое видно да короткие междоузли шестая вот седьмая отцвелась завязала а вот и восьмая да конечно не не везде но кое делать восьмая тоже осталась может точку роста прищипнули больше нам расти вверх не нужно приспускать мы не будем за 5 лет выращивания этот гибрид остается лидером по урожайности бывает иногда смотришь тот кистом всего лишь три плода но среднем килограмм кисть мы получаем если там 45 то 200 220 грамм вот если три то до 300 грамм под тот плод выходит и свою норму кисть отдает вот можно видеть состояние растений здесь было всего лишь две фуницидных обработки это кисть шикарная вот это было конец конец марта начало апреля у нас был свитч и топсин м от серые серые гнили серые гнилю повреждается а вот остальными болезнями там альтернарией фитофторой ну я не замечал то есть за первый оборот выращивания две-три химических обработки фуницидных будет у нас еще возможно 1 фуницидная обработка это ближе к концу мая для сохранности для повышения лёжкости плодов во время хранения после сбора вот кое-где мы уже мы уже половину на некоторых растениях первые кисти собрали что очень хорошо видно на этом гибриде во время в то время когда в апреле месяце происходит идет погода такая как пасмур найду дожди корневая система расслабляется потом резко выходит солнце и много у кого есть сброс 5 6 7 кисти идет под грани листа этот гибрид за момент выращивания ни разу ни разу такое не показывал что там какие-то проблемы с корневой очень хорошо развивается стандартные плоды можно сорвать плод это томат бастина подбор гибридов ведется таким образом чтобы был не самый урожайный не самый там яркий окрас а давал наибольшую сумму денег с площади под которой занят которую занимает данный гибрид вот видно все плоды здоровые листья томат бастина от компании сингента очень хороший для первого оборота выращивания для второго считаю немножко наш был крепче плод плотнее потому что первом обороте необходимо нам плод быстро реализовать а на втором обороте кое-когда в основе зачастую необходимо чтобы плод полежал чтобы его похоронить вот и активно наливает все кисти данный гибрид я видел на малообъемной культуре на минеральной вате очень хорошо себя показывал на конец июля да на конец июля данный гибрид уже отдавал 22 кисть 22 23 то есть потенциал очень хороший очень сильный главное подобрать для этого гибрида подходящие условия по воде по климату по почве так ну принципе на этом все видно что растения идут идут хорошо в росте развиваются вот какая кисть шикарная давайте посчитаем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 это конечно такое на это аномалия обычно среднем 4 плода четыре с половиной да вот там 21 убрали 24 здесь 4 и за счет крупноты плодов получаем запланированный урожай килограмм кисть 7 кистей 7 килограмм с растения это норма для томата бастина в в наших условиях это был обзор на томата бастина кому понравилось поставьте пожалуйста палец вверх и на самом деле теплицу который показал это была теплица не самая идеальная то была крайне отца в которой не самый лучший климат это было самое холодное по климату теплица в которой растет томат бастина а сейчас я нахожусь в одной из лучших теплиц которые находятся ближе к котельной и вот видно что на этом гибриде на томате бастини вот покажу видно видно да первую кисть уже убрали вторую заканчиваем убирать и кое-де начинаем убирать уже третью кисть напомню что данный гибрид мы не красили агро агро стивом не работали цероном не работали томат спеет естественно на 15 мая мы уже начинаю убирать третью кисть основная задача при подборе гибридов у меня это концентрированная отдача ранней продукции высокого вала на первом этапе вам хороших урожаев делитесь этим видео и выращивайте лучшие гибриды